Здравствуйте, это новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова и коротко о главных темах выпуска. Возродить растительные питомники. Минсельхоз планирует восстановить опустевшие земли в Нагайском районе. Из Махачкалы в Дзербент за 132 рубля. Между городами запустят 4 дополнительных поезда. Новое швейное оборудование от Муфтията и мастер-класс от радиоведущих. Как прошла акция? В поддержку детей-сирот смотрите в нашем выпуске. Министр сельского хозяйства посетил Нагайский район Дагестана для выработки мер по борьбе с опустыниванием земель. Делегация осмотрела участки, где планируется создать питомник для выращивания саженцев. На объектах побывали и наши корреспонденты. Эти крупные два питомника в далекие 80-е активно функционировали. Их использовали для укрепления песчаного грунта и пастбища. Однако в последние 10 лет эти объекты оказались в застое. Муниципалитет столкнулся с проблемой опустынивания этих земель. Сейчас власти планируют возродить питомники. Мы эту работу продолжим. И главное, мы сделаем все, чтобы разгрузить наши зимние пастбища, привести в порядок. Питомники полностью обеспечены водой. В скором времени здесь высадят кустарники джузгона и терискана. Специалисты говорят, они более всего подходят в борьбе с движущимися песками. К восстановительной работе привлечены местные власти и научное сообщество. Эксперты говорят, возродить пастбища удастся всего за три года. Мы все объехали и питомники, и некоторые участки закрепленные. Есть четкое понимание, как дальше действовать. И сейчас, в ближайшие сентябрь и октябрь месяц, уже будет принято ряд провидций, некоторые решения по закреплению песков по этим проблемам. Кроме того, планируется провести геоботаническое обследование. Это, в свою очередь, позволит произвести расчет кормоемкости. Исходя из этого, в порядок будет приведена и численность поголовья в районе. По тематам Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Ногайский район. В Дагестане со следующей недели подорожает хлеб. Об этом сообщили в Минсельхозпроди республики. Стоимость буханки хлеба может подняться до 27-29 рублей. Это связано с повышением стоимости энергоресурсов, говорится в сообщении. Ранее ведомство отмечало, что в этом году республика получит около 80 миллионов рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Дагестану обновят медоборудование и транспорт. По программе развития первичного звена до 2025 года в систему здравоохранения региона поступит 6,5 миллиарда рублей. Как сообщила министр здравоохранения Татьяна Беляева, федеральное финансирование будет направлено на ремонт и реконструкцию порядка 300 медучреждений, а также на приобретение 680 единиц спецтранспорта. Кроме того, планируется закупить почти 3000 единиц медоборудования, в числе которых компьютерный томограф, рентген и УЗИ-аппараты. Между Махачкалой и Дербентом запустят 4 дополнительных поезда. Они начнут курсировать с 20 августа. Стоимость проезда в одну сторону составит 132 рубля. Как сообщает Минтрансрегиона, это сделано для привлечения пассажиров к железнодорожному транспорту. Помимо этого, дополнительные рейсы позволят реализовать мощный туристический потенциал города Дербент. Жалобы в Инстаграме дают эффект. В Махачкале после сигнала в соцсетях были прекращены работы по обрезке деревьев. Тополя под линиями электропередач вдоль проспекта Шамиля планово кронируют каждый год. Однако работы, проводимые городскими службами, были прекращены после обращения жителей к мэру города Салману Дадаеву. Городоначальник дал поручение разобраться в ситуации. На совещании в МБУ Махачкала-1 был определен состав комиссии, которая будет заниматься данным вопросом. В него войдут работники управления ЖКХ, административно-техническая комиссия, депутаты горсобрания, а также представители общественности. И пока акт о вырубке деревьев не будет подписан всем составом комиссии, он не поступит в исполнение. Накануне прошла акция по очистке берега Каспийского моря от мусора и камней. В акции приняли участие волонтеры со всей России, участники межрегионального проекта «Маяки дружбы Башни Кавказа». Автор проекта, журналист Руслан Гусаров, отметил, что основным посылом является укрепление межнационального согласия через совместный общественно-полезный труд и просвещение. Также в эко-акции принял участие министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов. Как отметил министр, сохранение чистоты пляжа необходимо для улучшения санитарного состояния и красоты прибрежной зоны столицы Дагестана. Дагестан – аутсайдер рейтинга доступности детских садов в России. По данным Минпросвещения страны, в нашем регионе лишь 80% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет доступны ясли. При этом средний процент по стране составляет 98%. Среди лидеров такие регионы, как Адыгея, Калмухия и Северная Осетия. В Дагестане все будет хорошо. С такими словами обратился муфтий республики на встречи с делегацией из дагестанских огней. Шейха посетили представители власти, религиозные и общественные деятели. Они обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия на благо региона. Некоторые люди меня спрашивают, а как, говорит, ты видишь будущее Дагестана? Без сомнения я отвечаю, что хорошо. Вообще не сомневаюсь. Когда они вопрос задают, пока они последнее слово не высказали, я говорю, сразу хорошо. В Дагестане хорошо будет. Я в этом не сомневаюсь. Глава города Дагестанские огни отметил весомый вклад муфтиата в духовно-нравственное развитие региона, а также в сохранении мира и стабильности в Дагестане. Вам здоровья, 100 лет, чтобы дагестанцы чаще видели ваши подходы. Все переначивалось у нас в республике с вашими идеями. Да, Аллах, чтобы мы, Дагестан, больше вот эти слова, которые вы сейчас сказали, чтобы кто-то в лес уходил, кто-то куда-то уезжал, чтобы этого не было. Для того, чтобы этого не было, вы во главе этого дела, вы встали и огромную работу в республике Дагестан вы провели. Помощник муфтиат Дагестана Ахмат Надырбеков посетил школу-интернат для детей-сирот в Махачкале. В рамках акции «Наш дом. Россия» муфтиат подарил учреждению оборудование для швейной мастерской. Также журналисты радио «Ватан» провели мастер-класс для воспитанников интерната. О том, как важна поддержка детей-сирот в нашем следующем сюжете. К сожалению, дети, оставшиеся без попечения родителей, – не редкость в нашем обществе. Эффективная помощь сиротам – это не только деньги и подарки, но и внимание по отношению к ним, отмечают представители муфтиата. В первую очередь детям необходимо дать определенные навыки самостоятельной жизни. Для этого в школе уже создана швейная мастерская, а духовенство оборудовало цех техникой. В рамках этого проекта мы здесь сегодня проводим акцию «Наш дом. Россия». Будем встречаться с детьми. Мы привезли сюда небольшие подарки для детей. Надеемся, эта встреча и общение принесет пользу для них, и они почувствуют поддержку и заботу с нашей стороны. Для проведения встречи с детьми помощник муфтия и журналисты выехали в Мунцукульский район, где воспитанники интерната отдыхают во время летних каникул. Здесь журналисты радио «Ватан» провели мастер-класс, на котором рассказали об особенностях своей работы, о правилах написания текстов и о важности образования. Мы должны уметь по-другому смотреть на разные вещи, на привычные вещи. Вот, например, ну вот смотрите, это что? Это кольцо. Кольцо. Точно кольцо? Да. А что еще это может быть? Ожирение? Нет, это может быть открывалка от бутылки лимонада. Я могу вот так вот просто заипадить и открыть бутылку лимонада. Может ли быть это кольцо открывашкой? Нет. Может быть, я же открываю им лимонад. Может. Ахмад Надрбеков также рассказал ребятам о важности религиозных знаний, о работе муфтията и напомнил слова шейха Ахмада Афанди. Пока мы есть, вы не сироты. Наталья Ханвабаева, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Унцукульский район. Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов встретился с мастером спорта России Алиханом Жабраиловым. В этом году Жабраилов стал чемпионом Европы по вольной борьбе. У спортсмена немало достижений как в стране, так и за ее пределами. Борец вольного стиля является обладателем Кубка мира, чемпионом мира среди молодежи, призером чемпионата мира 2019 года. Марат Ибрагимов отметил высокие результаты спортсмена, который долгое время был в сборной команды России, а сейчас находится в составе лидера в одной из самых престижных весовых категорий. Алихан, тебе хочется пожелать дальнейших успехов, побед. И на самом деле вот такие достижения, такие результаты – это пример для наших махачкалинцев. У нас на территории города культивируется 57 видов спорта. Огромное количество занимающихся именно вольной борьбой. Вольная борьба – это наш национальный вид спорта. И вот именно с таких побед, с ваших побед берут примеры именно представители нашего младшего поколения. Поздравил борца и президент Федерации спортивной борьбы Гайдар Гайдаров. В этом году четыре чемпиона, из них все они новые четыре чемпиона Европы. Это очень радует. И что я могу сказать, я горд, что я работаю с этими ребятами, с этим поколением, со звездным поколением. Сам Алихан поделился, что теперь его новая и главная цель – пройти отбор на Олимпийские игры 2024 года во Франции. К этому сейчас у нас все. Смотрите нас также на официальном сайте ntv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова